Закончен подготовительный этап разработки изменений или нового положения общественного совета, связанного с тем, что старое было утверждено еще в 2011 году. За это время на законодательном уровне в типовые положения внесено много изменений. Основываясь, исходя из норм типового положения, были внесены изменения в положение в программатическую раду при Выконавшем комитете Славянской и Минской Рады на рабочей группе. И проработаны эти предложения, замечания внесены в проект положения, которое будет вынесено на заседание общественного совета. Запланировано на 19 апреля. Также на этом заседании общественного совета будут рассмотрены вопросы о рабочей структуре общественного совета, рабочие группы, комиссии, направления. Будет решен вопрос о структуре правления и избрании количественных и персональных составов заместителей председателя общественного совета для организации дальнейшей работы. А также рассмотрены вопросы по предложениям внесения в ориентировочный план проведения консультаций с громадскистью города Славянска на 2017 год, который утвержден исполнительным комитетом 9 февраля. Такая довольно обширная повестка дня на второе заседание общественного совета. Хоть и немного пунктов, но они очень сами по себе внутренне много, большое наполнение имеют, требуют больших, так сказать, вопросов решения. Включены туда большие громоздкие вопросы, имеющие большое значение. Этому будет посвящено второе заседание общественного совета. Как запланировано 19 апреля 2017 года в 16 часов в большом зале исполнительного комитета на Соборной площади. Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям громады города Славянска, членам громады города Славянска, жителям города. Как самостоятельно, так и через институты громадского суспельства, это общественные организации, различные благотворительные организации с их помощью вносить свои предложения личностные в общественный совет. О тех вопросах, которые хотелось бы поднять на заседаниях общественного совета, в обсуждении, которые после принятия решения на общественном совете, после их обсуждения будут вынесены на обсуждение исполнительного комитета. Эти вопросы должны быть животрепещущие и значимые для жизни всего нашего города. Ждем предложения от всех небойдужих мешканцев места Славянска. Это можно делать, как я сказал, через общественные организации, руководители или структуры, которых вы знаете и которые являются членами этих общественных организаций, являются членами общественного совета и будут непосредственно на заседании. Так и следить за датами заседания общественного совета, они все открытые, гласные, любой желающий может прийти, послушать и иметь возможность получить слово и сделать свои предложения по повестке дня, в том числе и связанные с предложениями для рассмотрения на общественном совете. Поэтому у кого из жителей нет прямой возможности через свои общественные организации, могут делать это лично путем участия в заседаниях общественного совета, анонсы, которые будут постоянно размещаться и в средствах массовой информации и на официальном сайте городского совета в рубрике Громадская Рада.